Всем добрый день, это проект Редколлегия ЧТАРУ. Меня зовут Андрей Козлов, я редактор ЧТАРУ и сегодня у нас в гостях Александр Николаевич Зудилов, заместитель сети-менеджера ЧТЫ, председатель комитета строительной политики. Добрый день. Ну, вопросов к Александру Николаевичу может быть много. Мы сегодня сконцентрируемся на теме так называемого падающего дома в Северном, Северной 39. Мы, как бы, вышли тут некоторый контакт после нашей редколлегии из Кати Шайтановой, где мы эту тему обсуждали, хотя, как бы, в основном ее ведут наши коллеги из телеканала ЗАПТ-ТВ, много очень про это пишут, но вообще все СМИ обратили на это внимание. На федеральный уровень вынесена эта тема и, в принципе, городские власти, я вот сегодня с утра смотрел, на что Александр Николаевич уже по этому поводу комментировал, но я не буду все это перечислять, просто расскажите, что там сейчас происходит с этим домом, в каком состоянии весь этот процесс? В июне было принято постановление о принятии режима повышенной готовности в ЧАЭС, после чего было разработано в этом постановлении разработано мероприятие, согласно которому мы начали переселение людей. То есть изначально мы планировали переселить их в гостинице, это было бы, наверное, чуть менее затратно, нам и более удобно, не надо было с каждой квартирой заключать договор, заключили бы, ну, условно, с одной гостиницей, переселили бы весь дом. А сколько там человек, 100? Честно скажу, но проблема в одном, в большинстве гостиниц нет кухонь, маленькие дети, то есть питаться в кафе, в ресторанах не всем удобно, и второе, домашнее животное. То есть почти в каждой семье там есть либо кошка, либо собака, это член семьи, понятно, абсолютно в гостинице с ними не пускают, поэтому от гостиницы мы отказались и стали снимать квартиры. На сегодняшний момент 21 квартира, 21 семья переехала, уже переехала, 10 семей отказались от квартир, ну, видно, есть ли второе жилье, либо дача, либо дом, уехали туда, и 21 квартира будет переселена еще в ближайшее время, я думаю, что в течение двух недель. То есть всего 52? Всего 57, еще 4 квартиры, муниципальные квартиры, они поют уже в маневрный фонд, то есть в наше муниципальное жилье мы подберем и переселим, но их уже постоянно. Просто вы поменяете одно муниципальное жилье на другое? Да, и 3 квартиры из 60 уже расселены давно, то есть квартира 60 проживало в 57, из 57 4 муниципальные, 53 у собственников, 21 расселена, 22 уедут в течение месяца, 10 отказываются переезжать. На этом вопрос будет закрыт с приездом, после этого дом будет опечатан, будет нанято часто охрана и предприятие для его охраны, забор уже поставили, он будет охраняться по периметру, и, соответственно, если людям надо будет попасть в свою квартиру, ну, понятно, зима скоро, видишь, какие-то какие-то, не все привезли, наверное, то они будут оставлять заявку, наверное, в комитете по имуществу, у нас или в комитете ЖКХ, кто там будет ответственный за охрану, и еще будет пропускать квартиру. По одной семье не все сразу, ну, если вдруг в этот момент, не дай бог, будет падать, чтобы максимально минимизировать количество людей около дома. То есть по переселению работа ведется, и она не велась, и хотел бы немножко уколоть вас, никто не оставлял жильцов с проблемой один на один. Просто есть определенные процедуры, раньше которых мы не можем это сделать. Поэтому сначала предложили как собственникам снести за свой счет, как бы бледово это не звучало. Ну, вы комментировали это, вы обязаны по закону были это сделать. Да, по 30-й статье они отказались. После этого мы привели оценку жилья, она уже готова, люди получают свою оценку жилья. Сейчас будут случаться соглашения на выплату. Кстати, там тоже ситуация такая, что 11 квартир из 53 хотят квартиры, а остальные хотят деньги. То есть логика какая, вы за счет какой-то дотации из вышестоящего бюджета или своих денег платите? Ну, своих денег в этом году у нас точно нет, поэтому это будет и дотация, и в апсиде. Но ее пока нет. Ее пока нет, но мы надеемся, что она будет. О какой сумме нет речи? На сегодняшний момент оценка 53-х квартир собственников 260 миллионов. А всего их 57? Всего их 60. Всего 60? Ну, горд себе владеть. Ну, средний цена примерно получается от 75 до 83 тысяч за квадратный метр, в зависимости от состояния квартиры. То есть логика такая, что вы им отдаете деньги, а они сами дальше разбираются со своими... Мы заключаем с ним соглашение, они передают свое аварийное жилье в собственность города, а за это получают деньги. После того, как весь дом становится собственностью города, мы можем его сносить. Будет прямо снос? Ну, конечно. То есть будет какой-то тоже разыгранный, видимо, конкурс, да, на снос? Ну, посмотрим, если это будет в рамках ЧАЭС, то можно и без конкурса. Вот, просто на тот момент его состояние. То есть, ну, в любом случае уже понятно, что сносить его методом обрушения это нереально, поэтому придется его разбирать. Сверху, видимо, да? Ставить кран, то есть и выдергивать по одной плите и разбирать. А как так произошло, вы понимаете сейчас? Знаете, ну, вы правильно абсолютно сказали в своей редколлегии. Дом постройки 89-го года. Ну, я еще помню эти времена, мне было 16 лет. Это были лихие времена, когда уже перестройка заканчивалась, начинался дикий капитализм. Мы даже не знаем, кто его строил. Найти не может. Нет документов, ни проектной документации, ничего не осталось. Мы даже не можем найти документы на 96-й год, когда его реставрировали. Этих документов тоже не осталось. Кто его делал? Как его делал? Где проекты для реставрации? Кто расчеты делал? К сожалению. То есть нет ни проектировщиков, потому что этих институтов уже нет. Нет в архивах, потому что тогда это был БТИ, потом была администрационная палата, потом Росреестр, Роскадастр. И все это не сохранилось нигде. Поэтому я думаю, что это совокупность причин. Это и ошибка проектировщиков. Потом строители, наверное, схимичили что-то. Ну и вот получилось. Вы сами на месте этот объект осматривали? Там что вообще? Механически-то что происходит? Заваливается прямо? Ну, сдвигается. То есть как бы от оси. По вашему ощущению, он может прямо упасть? Понимаете, мои ощущения, они-то мало что значат. Потому что там есть жилые люди, которые могут пострадать. Поэтому, ну, мое мнение, что, наверное, какое-то время он еще простоит и простоял бы. Но я бы в нем жить не хотел. И если бы я жил в таком доме, я бы, независимо от того, даю деньги на нас или не даю деньги, я в нем жить не стал. Ну вот про уколы. У меня сложилось ощущение, вы можете его опровергнуть, да, что вот прям повышенное внимание городской и краевой власти к этому дому появилось, когда жители, ну, грубо говоря, кричать начали. Не соглашусь. Не соглашусь. Ну, смотрите. Все знали, что дом падает. Ну, я работаю в администрации города с 20-го года. Ну, я придя туда, через неделю узнал, что у нас есть падающий дом. Через неделю. Вам кто-то сказал? Ну, да. Евгений Александрович Гунцул в то время возглавлял комитет городского хозяйства. Я не поверил, что в современное время в городе, в краевом центре может быть девятиэтажка, даже не хрущок, который падает. И, посмотрите, вот до 20-го года никто никогда не признавал его аварийной. Он же не вчера нагнулся. Не даже вчера. Это просто закрывали глаза. Поэтому в 20-м году целенаправленно. Причем туда ездил Александр Николаевич Сапожников. Приедя туда, он сказал лично. Признаем. Что бы нам это ни стоило. Признаем. Мы его признали авариной. Это первый случай, я не знаю, как за последние годы, чтобы в России признавали девятьэтажку аварийной. Нету такой практики? Ну, она не выгодная практика для города. Но она очень дорогая, конечно. Одно дело барак двухэтажный. Признать аварийным. Другое дело девятьэтажку. Признали аварийным, дальше начали искать деньги. То есть никто не... Запустили процедуру. Обратились в Минсин. Обратились в Минстрой. Обратились в фонд капитального ремонта. Обратились к губернатору. И параллельно по 32-й статье двигались. Поэтому... Ну, то есть вот эта история, когда вы сначала предложили самостоятельно там, да? Да. Поэтому просто жильцы, я их понимаю абсолютно, вот эти СОС, эти обращения к президенту, эти полудемонстрации, то что они привлекали к этому внимание, это даже хорошо. Для нас хорошо. Это ускорило процесс, вы говорите. Но, тем не менее, вот одна из последних там новостей, что федеральный центр отказался эту сумму выделять. Ну, немножко не так. То есть федеральный Минстрой отказался выделять. Но мы просили не в Минстрой, мы просили в том числе и резервного фонда правительства Российской Федерации. Там много механизмов. Они прорабатываются. То есть это не на день работы не останавливается. Просто ее не видно. То есть вот есть, условно говоря, факт признания дома аварийным. И есть там, вот сейчас момент расселения, да? Все, что между этими двумя точками, та работа, которая ведется, ее не видно. Ну, может быть, люди какие-то видят, сами жильцы, а не журналисты, не там, другие обыватели, кто на это смотрит, на эту ситуацию, ее не видят. Но она ведется. То есть о них не забывают. То есть все, что надо, делается и даже больше. Меня тут, например, немножко неправильно поняла прокуратура. Я на встрече с жителями сказал, что мы снимаем вам гостиницы, хотя на эти деньги могли бы там отремонтировать окна в садиках или детскую площадку поставить. Меня обидели в том, что, оказывается, мы не целевые деньги. Спросили, а с какого-то садика вы деньги сняли на квартиру? А с какого вы детскую площадку сняли? Поэтому здесь подход у нас, я говорю, то есть, с одной стороны, на нас давят и следственный комитет, и прокуратура. Предпринимайте меры, мы показываем, что мы все предпринимаем. А с другой стороны, журналисты и просто люди, не живущие там, но считают, что мы ничего не делаем. Это не обидно, мы давно уже привыкли, что наша работа не благодарна. То есть, благодарность. Про нее, Мара, рассказывайте на самом деле. Так вы не спрашиваете. Да ладно. Ну, посмотрите. Но мы с вами не будем это сейчас обсуждать. Нет, нет. Ваши коллеги из АПТВ, то есть, как бы и Слава, и Тамара, и Ван Фулли. То есть, по звонку, подъедем приезжать. Я не отказал ни одному журналисту. Поэтому… Давайте вернемся к вопросу еще финансирования. А вот, как вы думаете, сейчас будут развиваться события? То есть, вы находитесь в каком-то диалоге с правительством края, как я понимаю, да? Да. И с федеральным правительством. Ну, мы с федеральным сами, конечно, не общаемся. Это не наш уровень. Но краевые структуры общаются с федеральными структурами власти. И по поводу финансирования, источников финансирования. То есть, вы просто ждете решения этого вопроса по деньгам? Мы ждем решения вопроса и параллельно выполняем все шаги по 32-й статье. Мы сейчас заключаем соглашение… 32-я статья, давайте скажем… Жилищного кодекса. Мы сейчас заключаем соглашение. Сейчас появилась оценка 2-го числа. То есть, люди приходят, подроспись ее оценку получают. Если соглашаются, заключаются соглашения на работу денег и ждут денег. У вас есть ощущение, что там эмоции на спад пошли у людей? Вы знаете, я раз пять встречался с гражданами. Я даже не считаю, что там были эмоции. Там было непонимание. То есть, они начали просто не понимать, что им делать. Там, конечно, есть люди активные, кто их немножко заводит, кто немножко толкает в сторону… Ну, больше крика, меньше дела. Есть люди, которые совершенно адекватно воспринимают ситуацию и понимают, что никто их не обманет, никто их не кинет. Они же считали, что почему-то мы эти деньги у нас в Москве получим, а им не отдадим, ничего им не купим, а потратим куда-то еще. Так не бывает. А эмоции, ну, пошли на спад, да. То есть, ну, по крайней мере, я могу сказать за себя, у меня эмоции пошли на спад. Я через две недели, когда мы пересели всех, я буду спать спокойно, что никто не погибнет под этим домом. А сейчас вы спокойно спите? Ну, я не скажу, что я скалькиваю с мыслями о Северном-39, но я абсолютно отдаю себя отчет, что в этом доме людей пить не должно. Но сейчас там еще кто-то… сколько там сейчас семей? 21 семья еще не приехала. Какие сроки по их выезду, получается? Вопрос квартир. То есть, вопрос, мы нанимаем риэлторов, то есть, мы и так рынок жилья сильно подобрали. То есть, не так много у нас квартир строится, поэтому не так много и сдаются. Плюс, сейчас конец лета поступает, еду студенты, возвращаются. Сейчас с квартирами проблемы, а мы снимаем сразу до Нового года. То есть, у нас условия сразу на шесть месяцев. Слушайте, там же в этой истории прокуратура появлялась, да? Проводилась какая-то проверка, по-моему. Ну, они регулярно проводят проверки. И, собственно, пока нам не приявлено никаких предрассторежений, ни других вещей карающих, потому что мы в наших действиях не нашли нарушения. То есть, вы находитесь под контролем, спокойно к этому относитесь? Да, ну, а мы всегда находимся под контролем. То есть, тут к этому не относился. И прокуратура, она есть была и будет. И мы нужность и смысл ее понимаем. Но, в общем-то, и там в большинстве тем работают нормальные, адекватные люди, которые, в принципе, понимают, что мы тоже связаны с законом, и как бы нам не хотелось сделать что-то быстрее, мы не можем нарушить сроки. Слушайте, ну вот я правильно понимаю, что сейчас все люди, которые живут в этом доме, понимают, что происходит, понимают, как будет развиваться ситуация, понимают, кому обращаться. И эта ситуация такая была с самого начала? Эта ситуация была, наверное, с мая месяца где-то. Когда вы зашли в этот процесс уже полностью? А до этого? А до этого люди признали аварийными, и мы пытались войти в программу. То есть, самое простое, что для нас было сделать, это войти в региональную программу расселения аварийного жилья, Минстроевскую. У Минстроевской деньги на эту программу есть, и мы бы расселили их уже давным-давно. То есть, мы долго бились с фондом. Но, к сожалению, фонд посчитал, что этот дом устарел не из-за времени, а из-за техногенных причин, и программу выключить нельзя. — Слушайте, там рядом, по-моему, что-то такое же стоит, такое же там, да? — Вы знаете, говорят, что… Не может, не мой вопрос, но я разберусь с ним. То есть, там говорят, что два дома были таких. Второй дом тоже связали, но он стоит хорошо, и никуда не нагриняется, с ним проблем нет. А вот этот дом поехал. — Слушайте, ну я благодарен вам, что вы пришли и все это рассказали. Так это гораздо спокойнее воспринимается. Давайте договоримся о том, что можно будет так же обращаться к вам по вопросу. — В городе. — Как у вас вообще дела-то в городской администрации? Вот сколько, два года вы уже здесь? — Полтора. — И как? — Ну, нормально. — Слушайте, всегда вот, у нас же много сейчас людей, которые приезжают работать в органы власти из других регионов. Всегда интересно, а зачем? Хотя я знаю, что примерно вы ответите, но вот интересно вас спросить. Вы же из Кирова приехали? — Я приехал из Кирова. Ну, во-первых, не буду скрывать это и повышение. Там я был начальником управления, ну, как здесь департамент, а здесь я заместитель руководитель администрации. Во-вторых, проект показался интересным, потому что, ну, скажем так, в Кирове, где я работал, там, ну, собственно говоря, городом практически управлял губернатором. Мэр был просто передачным звеном между губернатором, администрацией губернатора и собственным чиновником. — А здесь? — Здесь нет, здесь Александр Михайлович, у него своя позиция, он ее добивается, это интересно. Но она, естественно, не идет в разрез с позиции губернатора и правительства края, но у него есть свои позиции, это позиция развития города, то есть как бы, и он ее так достаточно жестко удерживает. То есть, ну, я могу просто сказать, я с ним в этом плане согласен, да, если у нас нет денег, пусть бедник, но чист. То есть, и, ну, когда получается, ну, кстати, я вас приглашаю, как-нибудь будет, если у вас время, зайдите, посмотрите на театральную площадь. На мой взгляд, получается очень красиво, очень достойно, то есть… — Мы даже туда пытались пройти, что-то нас сначала не пускаливали. — Да я не знаю, там, нет проблем, позвоните, мы с вами зайдем. Там примерно готово процентов 50 объемов, фонтан доделывают, и, на мой взгляд, прям вот, ну, вот, такой немножко по-московски. То есть, начинаешь понимать, что вот так должно быть. — Слушайте, можно я все-таки еще раз вернусь к этой теме? Мне просто ужасно интересно. А кто-то знакомый звонит и говорит, слушай, вот в Чите есть место? — Ну, конечно, не, конечно. У меня, я же… Я и в Киров, собственно, поехал за своим старым товарищем Александром Евгеньевичем Ященко. Не скрывал, не скрываю. То есть, потом он ушел из Кирова в Читу и позвал туда. — А он-то как в Чите оказался? — Он в Чите… Его позвал Александр Михайлович Осипов. — А дальше вам уже неизвестны причины, по которым это произошло? — Ну, я не знаю, знакомый они бы до этого или после этого. — Как у вас дела в Комитете градостроительной политики с точки зрения кадрового состава? — У вас там есть? — Плохо. — И далее, как сегодня у меня увольняется еще один строитель. По совершенно естественным причинам. То есть, он два года назад закончил институт, поработал год-два у нас, научился. Ну, и я его понимаю, он уезжает в Коснодар. Перед ним еще хороший мальчик, тоже выпускник нашего университета, тоже строитель, уехал в Киворкутск, в Новосибирск. Способный мальчик, что людей нет. Именно я им предложить ничего не могу. — В смысле зарплаты? — Конечно. Они приходят же на... У них нет муниципального стажа. У них нет даже стажа работы в Забайкальском крае. То есть, у них там коэффициент не 1,7, а 1,4. То есть, у них... Ну, даже если... Хорошо, у них выходит там 27, 28, 30 тысяч рублей максимум. Это с премией совсем. То есть... — Ну, это нереально, конечно. — Затянуть молодого специалиста на 30 тысяч, да еще понятно, что работа у нас такая, она не совсем нормированная. То есть, совещание может быть и в 8 вечера, или выезд на объекты в 9 вечера. То есть, как бы, ну... — Пусть огромное количество бумаг. Просто неимоверное количество бумаг. — Угу. — Не только строительных, но и чиновничьих. — Угу. — Поэтому тяжело. Ну, и архитектора у нас не было, так и нет. — Какая эта перспектива? — Ну, мы два раза конкурс объявляли, никто не заявился, поэтому... — Может, уже как-то в ручном режиме искать? — Да мы искали, но, в принципе, если честно, Марина Андреевна Забелина устраивает более чем. — Ага. — То есть, она работала проектировщиком, она строитель. То есть, она человек с художественным вкусом, поэтому... — Можно пока работать без главного архитектора, вы говорите? — Да, с исполняющим обязанности. — Слушайте, давайте договоримся, что мы соберем там какие-то вопросы по теме вашей работы и отдельно еще встретимся, чтобы здесь много тем не мешать. Спасибо еще раз, что пришли. Я надеюсь, не последняя встреча, и надеюсь, что эти встречи позволят, как бы, ну, и напряжение некоторое снять по поводу вот этих кричащих историй. Вам спасибо за внимание. Счастливо. Пока. — Спасибо.